Спартак, город Москва и Лермонт, город Берлио. Ваши очки. Узбегает. Московный полиция за счетом всей. Еще раз главный тренер Андрей Лохмачев. И важнейшая новость. Сегодня, договорю после этой атаки, Федор Земсков 1-0. Да, 1-0 открывает счет московский Спартак. Алексей Макаров отмечу на самом деле предыдущий момент. Когда Юрий Горчинский атаковал, он пробросил мяч между ног Алексею Макарову. После чего против него остался, вроде бы по позиции. Вышел на Павла Баженова. Разбег довольно серьезный Сергея. Все мы прекрасно знаем о его плотном выстреле. Вот и он. Но на этот раз решил пробить аккуратно. В большей степени, наверное, на точность. Понятно, что в таких случаях галкикер, наверное, в большей степени гадает. И вот здесь, как металю изобретательности Юрия Версинского. Ой-ой-ой, какой пас. И еще один удар. Дважды позволили Владимиру Раскину пробить. И это становится роковым для Элмонта. 0-3 и 5 с лишним минут еще играть в первом периоде. Довольно быстро игровой Элмонт пропускает сегодня. Всем параметрам московского Спартака. А вот это жестко было. 9 метров. И 4-0. 4-0 в пользу Спартака. Очень четкая реализация 9-метрового от третьего номера московского Спартака. И цифры у него на спине. Обои следует передача. Ахмар задает в центре. Он будет сам пробивать. Иранец. Вот он удар. И 5-0. Да, я говорил еще накануне, что ему на тренировке открытый перед этим этапом. Партнеры говорили, бей, бей. Чаще бей. И вот Иранец пользуется этим советом. Не сразу, не в первом плане, но во втором пользуется. И посмотрим, как она будет уже в следующей 12-й минутке, пока понаблюдаем за этой. Гапон. Гапон. Гапонище. Обработал головой и исполнил ножницы в сторону ворот. Теперь уже Ильи Горшкова. И 6-0. Ну, просто избиение какое-то здесь на Санкт-Петербургском виске происходит. Основные силы бросит на матчи третьего и четвертого. Как Павел Баженов сейчас ошибается и нарушает. Красная карточка Павла Баженову. Вот так. И удар Вадима Бокача. Мимо. Первые матчи даже в какой-то момент Илмонт имел преимущество. А сейчас... Классика пляжного футбола. Вратарь в одну сторону. Самое красноречивое это то, как за голову схватился Денис Пархоменко на самом деле. После этого гола Алексей Павленко с улыбкой на лице, конечно, празднует этот забитый мяч. Ну, а Илья Горшков показывает, что подожди пока. А вот и удар, между прочим, Дениса Пархоменко. Ответ от именинника. С днем рождения, Денис Пархоменко. 8-0. Сейчас как Денис искал нашу камеру, на самом деле. Вначале в нашу с Кириллом в сторону показал пальцем. Пляжный футбол. Но чтобы кто-то целенаправленно именно занимался кряшкой, этого нет. А вот и первый обрабущенный, да. Элмонт в начале, да, третьего периода все-таки немножечко подсобрался. И после штрафного, разыгранного Иваном Бостриковым, Андрей Борисов отключается. 8-1. И все-таки еще одного матча на ноль Спартаку не дадут провести. Довольно быстро направо. И в центр, Земску, в своем стиле. Тут вообще внешне безумно спокойно среагировал на Виталий Сидоренко. Так, причем отчаянно и вручает опять свою команду. Не было гола. Подбрасывал мяч раз за разом. На опережение Ахмадзаде. Выход 1 на 1, 2 на 1, да. И Олег Гапон делает туполь сегодня. Великолепный дебют, конечно, в составе московского Спартака в Суперлиге на этом этапе. В первом матче гол, во втором матче туполь. 9-1. Завтра хит-рик, ворота Кристалла, правильно? С Ахмадзаде на пустые ворота не стал жадничать. Перехол штанга. Штанга. Палалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал